Классическая Камасутра. Полный текст легендарного трактата о любви. Москва, 2016 год. Переводчик Юлия Бойко. Москва, 2016 год. Оглавление. Предисловие, введение. Часть первая, определяющая. Глава первая. О Камасутре. Глава вторая. О Дхарме, Ардхе и Каме. Глава третья. Об искусствах и науках, которые необходимо изучить. Глава четвертая. О повседневной жизни горожанина. Глава пятая. О видах женщин, о друзьях и посыльных. Часть вторая. Любовная саития. Глава первая. О видах союзов. Глава вторая. О видах объятий. Глава третья. О видах поцелуев. Глава четвертая. О царапаниях и нажатиях. Глава пятая. О покусываниях. Глава шестая. Об ударах и издаваемых звуках во время саития. Глава седьмая. О видах возлежания и варианты саития. Глава восьмая. О женщинах, играющих мужскую роль и о мужских способах саития. Глава девятая. Об аупариштаке. Глава десятая. О начале и окончании саития и его видах. И о любовных ссорах. Часть третья. Женитьба. Глава первая. О женитьбе. Глава вторая. О том, как внушить девушке уверенность в себе. Глава третья. Об ухаживании и о проявлении чувств на словах и в действиях. Глава четвертая. О том, как мужчина может завоевать женщину и женщина мужчину. Глава пятая. О формах женитьбы. Часть четвертая. Обязанности и привилегии жены. Глава первая. О жизни добропорядочной жены и ее поведении в отсутствии мужа. Глава вторая. О поведении старшей жены по отношению к остальным женам и поведении младшей жены по отношению к старшим. А также поведении девственной вдовы, женщин, живущих в горе Мираджи и поведении мужа по отношению к женам. Часть пятая. Чужие жены. Глава первая. О характеристиках мужчин и женщин. Глава вторая. О знакомстве с женщинами и их соблазнении. Глава третья. О качестве ума женщины. Глава четвертая. Об искусстве посредничества. Глава пятая. О любви правителей к чужим женам. Глава шестая. О женах Раджи и о том, как удержать свою жену. Часть шестая. Гайники. Глава первая. О причинах, по которых гайники обращаются к мужчинам. О способах возбудить мужское желание. Глава вторая. О жизни гайники в качестве жены. Глава третья. О получении выгоды от любовника. О способах избавиться от мужчины. Глава четвертая. О возвращении к своему прежнему любовнику. Глава пятая. О видах заработка. Глава шестая. Об обретениях и потерях. Часть седьмая. Тайные значения. Глава первая. О средствах, способствующих любви. Глава вторая. О восстановлении угасшего влечения. Предисловие. В литературе любого народа есть особые произведения о любви. Эта книга – полный перевод классического текста, написанного на санскрите. Ее название – Ватьясьяна Камасутра, или наставление любви Ватьясьяны. Более тысячи лет она открывает читателям таинство чувственных отношений. Название трактата происходит от санскритского слова «кама», что означает «чувственные наслаждения», и «сутра», дословно «нить», лаконичное высказывание, афоризм, а в дальнейшем – свод высказываний, наставлений. То, что автор использует термин «сутра», подчеркивает серьезность отношения к предмету работы, которой нельзя свести к физическому удовлетворению влечения. Камасутра затрагивает самые разнообразные аспекты социальной и религиозной жизни, в том числе и сексуальной. Это одно из древнейших и одно из самых популярных произведений на тему отношений мужчины и женщины. Автором Камасутры считается Вацьяна Маланага, который обобщил, творчески переработал, систематизировал, снабдил комментариями труды своих предшественников. Об этом свидетельствуют многочисленные отсылки к произведениям мудрецов, наставников древности. Именно в изложении Вацьяны учение о чувственных наслаждениях дошло до наших дней. Невозможно точно назвать ни годы жизни Вацьяны, ни время появления на свет его работы. Анализ событий, описанных в наставлениях, также упоминание Маланаги и ссылки на его трактат в более поздних произведениях, позволили ученым выделить примерный промежуток времени, в которой, скорее всего, была создана Камасутра. Так, в тексте Вацьяна упоминает Раджу, Кунталя, Сатакарни, Сатвахана, который в порыве страсти убил свою жену. Известно, что Сатвахана правил в первом веке, следовательно, Вацьяна жил уже после описанных событий. В VI веке упоминания текста наставлений уже встречаются в трактате об искусстве любви Брихатсанхита. Таким образом, удалось уточнить, что Вацьяна жил не раньше I века, не позднее VI века. Предположительно, родина Маланаги – западная часть Индии, ведь большинство мест, названия которых упоминаются в трактате, расположены именно там. Вот, собственно, и все, что объективно можно сказать об авторе наставления любви. Бытует мнение, что он был аскетом, но мог ли подвижник, ограничивающий себя в элементарных чувственных наслаждениях, таких как сон и пища, столь изобретательной, развернуто описать непростую науку физической и духовной близости? Обобщая труды предшественников, Вацьяна демонстрирует поистине научный подход. Он использует множество классификаций и категорий – от внешнего вида, социального положения, поведения мужчины и женщины, до мельчайших деталей каждого действия в любовном акте. Автор скрупулезно перечисляет самые разнообразные аспекты любой практики, которая касается. Впечатление усиливает терминология из религии индуизма, практики индийского танца и других культурных феноменов Древней Индии. Наполняя их своим особым смыслом. Стремляем к систематизации яркий признак архаических наук – искусств Древней Индии. Так в санскритской поэзии, так же как и в драме, присутствует поэтическая сентиментальность и романтика, создающая орел бессмертия для произведения любой страны на любом языке. Если в греческой культуре красоту олицетворяла Венера, то в индийской эту роль играет подмини или женщина лотос. Она описана так. Ее походка подобна поступе лебеди, а ее голос низок и музыкален. Как пение птицы кокиллы. Она покоряет своей красотой и в белых церковных одеждах, и в драгоценностях, в богатых нарядах. Ест мало, спит чутко. Она настолько же уважительна и религиозна, как умна и вежлива, всегда готова благодарить богов, вести разговоры с брахманами. Такова подмини или женщина лотос. Читрине называются женщинами искусства, шанкини – женщинами раковинами, хастине – женщинами слонами. В книге описано, как они развлекаются, что им больше всего нравится. Дается советы, как с ними следует обращаться во время любовного соития. Кроме этого, указаны различные типы мужчин и женщин, которые можно было встретить в Индии. Множество деталей настолько подробны, что в нашей книге невозможно перечислить их все. Особую роль играют ганники. Индусы всегда выделяли их в отдельную прослойку общества. Ганники – это куртизанки древней Индии, высокообразованные, обученные музыке, танцу. Литературе, другим искусствам. Доступны только высшей аристократии. Их отличала не только красота, глубокие познания мужской психологии, искусстве любви. В ранние времена хорошо образованные индийские танцовщицы и ганники были аналогами греческих гетер. Будучи необычайно миловидными и приятными в общении, чаще принимались в качестве спутниц, чем большинство замужних и незамужных женщин того периода. Каждая особа, имеющая склонность к профессии ганники, делала все от нее зависящее, чтобы доставить мужчине удовольствие. Ватсьяна на следующих страницах представляет нежность женщин, их восприимчивость, интуицию, как саму суть характера ганники. Первоначально Камасутра предназначалась только для представителей высших каст. Лишь отдельные главы этого трактата были ориентированы на остальные слои общества. Например, в наставлениях о любви можно встретить раздел с рекомендациями для ганник. Замужней женщине разрешалось изучать Камасутру, лишь с позволения мужа. Книга «Наставления о любви» Ватсьяны стала своего рода сенсацией, что породила множество трактовок, переводов, переводов-переводов. Практика переиздания частичных и тематических публикаций вносила путаницу в терминологию. Почас порядок изложения. Камасутра не подвластна времени. Уникальное произведение является детальным руководством по эротическим отношениям к культурологическим памятникам. Источником множества сведений об искусстве, религии, обрядах Древней Индии. Вместе с тем заключают в себе нравственные постулаты. Нельзя отрицать и практической ценности наставлений в любви. Изучение книги поможет разнообразить интимные отношения, расширить, обогатить опыт чувственных наслаждений, привнесет экзотический оттенок в личную жизнь. Чтобы понять эротическую философию автора, стоит посмотреть на его работу с практической точки зрения. В всяком случае, знакомство с фактами личной домашней общественной жизни современников не будет лишним. Классическая Камасутра Москва, 2016 год Переводчик Юлия Бойко Введение Итак, перед вами Камасутра, один из самых старинных и самый известный из трактатов Древней Индии, раскрывающий тему любви, интимной близости и чувственных наслаждений. На протяжении многих лет эта книга необоснованно представлялась как нечто постыдное, связанное исключительно с плотскими утехами и противоречащая морали. Впрочем, такая репутация только способствовала поддержанию неугасающего интереса к трактату. К сожалению, по этой же причине сочинение во многом оказалось исключенным из поля внимания тех людей, которые интересуются философией, культурой, религией, искусством. В действительности, наставление в любви – серьезный труд, своеобразный срез традиций, обычаев и нравов Древней Индии, в котором раскрываются интереснейшие моменты религиозной, социальной, интимной жизни общества того времени. Ват Сьяана подчеркивает, что его произведение не может использоваться лишь как инструмент для воплощения желаний. Только в синтезе нравственного, религиозного, достоинства, материального накопления, чувственного наслаждения. Сообразно обычаям и традициям человек способен достигнуть власти над своими чувствами. Гармония личности в индуизме достижима лишь в сочетании трех начал – плотского наслаждения – камы, полезности – артхи и нравственного закона – дхармы. В этом трактате кама предстает как нечто среднее между искусством и научной дисциплиной. К тому же, окруженное множеством социальных условностей и иносказаний, это начало наделяется не только интимным, но и духовным, эзотерическим и религиозным смыслом. Кабасутра открывает перед любопытным читателем типологию женщин и последний с удивлением обнаруживает в своей совершенно отличающейся от описаний в трактате культуре параллели и аналогии. Книга, по сути, собрание фактов, рассказанных простым и понятным языком, однако необходимо помнить, что в те времена не представляли, как украшать художественное произведение, ничего не знали ни о литературных стилях, ни о плавном течении языка, ни об обильном многословии. Автор поведал миру о том, что знал очень сжато и кратко, без какой-либо попытки создать интересную историю. Из фактов, представленных в одном сочинении, можно было написать столько романов. Тем не менее, основная информация сконцентрирована в третьей, четвертой, пятой и шестой частях. Именно они формируют основу рассказов и историй последних веков. Наставление в любви Вацьяны содержит семь частей, каждая из которых разделена на главы. Первая часть знакомит читателя с философскими основами чувственных отношений. В изложении Вацьяны физическое наслаждение является важной составляющей существования. Вторая часть раскрывает особенности, разновидности, способы достижения любовного наслаждения. Третья посвящена отношениям с будущей супругой, свадебным традициям. Долженствующее поведение жены, как в моногамном, так и в полигамном браке, подробно раскрывается в четвертой части. Пятое объясняет условия и возможности любовной измены. Однако тон этого раздела, как и остальных, вывержен в духе нравственных традиций того времени. Шестая часть – своего рода инструкция для гайник, куртизанок Древней Индии. В ней можно подчеркнуть сведения как о способах привлечения внимания мужчин, так и о способах избавления от них. Здесь же множество социальных норм и правил, регламентирующих отношения с куртизанками. В седьмой части собраны оригинальные рецепты и приемы, призванные усилить мужскую и женскую привлекательность или ослабить интерес со стороны партнера. Каждая глава заканчивается стихотворной цитатой, призванной подвести итог или дать уточнение. В данном варианте переводы цитаты прозаические, такая их подача позволит исключить смысловые искажения. Оригинальный текст Ватсьяны сопровождается зарисовками из истории, быта, традиций, обычаев, легенд Древней Индии. Они помогут проникнуться духом того времени, погрузиться в неповторимую атмосферу наставлений в любви. Для кого эта книга? Ответ прост. Каждый сможет найти в Камасутре что-то интересное лично для себя. Вы ищите новых ощущений? Стремитесь расширить свой чувственный опыт, познать наслаждение с помощью всех пяти чувств? Несомненно, эта книга для вас. Вы интересуетесь древними обычными традициями. В наставлениях представлено большое количество удивительных фактов. Вы считаете себя романтической личностью? Вас увлекает все, что связано с межличностными отношениями. Откройте для себя новые стороны любви, постигая ее с помощью уникального текста. Да, вы увлекаетесь социологией и психологией. Вам интересно отношение полов с точки зрения религии и философии? Наставления познакомят вас с редкими фактами, свидетельствами и философскими размышлениями, даже дискуссиями. Прикоснитесь к сакральному знанию, изложенному на страницах наставлений любви Ватсианы. Поклонение Дхарме, Ардхе и Каме. В начале всего Создатель сотворил мужчину и женщину и оставил им сто тысяч глав с учениями о Дхарме, Ардхе и Каме. Те из наставлений, где в первую очередь говорилось о Дхарме, были позже описаны своим бухтой Ману. Главы, которые рассказывали об Ардхе, собрал Брихаспати. Около тысячи предписаний, в которых речь шла о Каме, разъяснил Нанди, привратник Ивахана Махадевы. Далее Камасутру в тысячи глав, написанных Нанди, пересказал Швитакету, сын Удвалаки. Швитакету изложил ее кратко, вместив пятьсот глав. Позже эту книгу в сокращенной форме передал Бабхравия, наследник царства Панчала, север Индии. Она содержала уже сто пять глав. Они были объединены в семь частей. Садхарана – основные главы, Сампра-югика – объятия и ласки, Канья – Сампра-юктака – союз мужчины и женщины, Бахара-я-ди-кара-кари-ка – о собственной жене, Парадика – о чужих женах, Вайси-ди-ка – о ганниках, Аупа-ми-шадика – об искусстве обольщения, афродизиаках и т.д. Шестую часть книги отдельно изложил Датака для ганник и Паталипутры, Пат-патана и Чараяна – первую. Дхарма в санскрите означает неотъемлемое качество объекта, принцип, который определяет существование, обязанность или долг. Артха – одна из целей жизни человека – приобретение знаний, богатства, известности. Кама – любовь, чувственное желание, наслаждение. Дхарма, Артха и Кама – три понятия встречаются в оригинале Камасутры как технический термин. Их можно определить как добродетель, богатство, удовольствие. Нанди, Нандин, Вахана – издовой животный, превратник Шивы, изображается в виде белого быка. Махадева – одно из имен Шивы, означающие великий бог Шива, индуистское божество, одно из ипостасей верховного бога. Паталипутра – город в Древней Индии, современный Патна. Оставшиеся части разъяснили Суваранахнабха – вторую часть, Гухахтаммукха – третью часть, Гонардия – четвертую часть, Гоникапутра – пятую часть, Кучумара – седьмую часть. Маланага Вацьяна, систематизировав сведения, собранные другими авторами, составил новое, более краткое сочинение. Для создания величия любви, для осознания величия любви, коротких путей нет, искусство любви проникает в сердца тех, кто ее ждет, неспешно, по капле. По страницам легенд. Точет же влюбился, попросил ее руки. Однако судьбе было угодно распорядиться по-другому. За несколько дней до свадьбы, гуляя по лугу, прамадвара наступила на змею, которая ее укусила. Яд проник в тело девушки, она упала на землю, прекрасной и бездыханной. Ру-Ру, узнав об этом, удалился в самую гущу леса, чтобы там предаться своему горю. Взывал к небесам и богам, вопрошая, за что такая прекрасная невинная девушка, само воплощение нежности, должна была умереть. Явился к нему посланец богов, растолковал, что нет возможности продлить жизнь смертной, если час ее пребывания на земле истек. Есть лишь один шанс воскресить возлюбленную, отдать ей часть своего времени. Ру-Ру без раздумий согласился, и боги приняли его решение. Точность же прамадвара пробудилась от смертного сна, получив половину земного бытия жениха. Положенный строк был свершен обряд бракосочетания. И влюбленные зажили счастливо, как могут только люди, разделившие одну жизнь на двоих. Глава 2. О Дхарте, Артхе и Кам. Человек, живущий 100 лет, должен практиковать Дхарму, Артху и Каму. Делать это необходимо в разное время, таким образом, чтобы все три энергии были гармоничны, находились в соответствии друг с другом. В детстве и юности человек должен приобретать знания. В среднем возрасте уделять внимание Артхе и Каме, а в старости соблюдать Дхарму и постараться достичь Мокши, чтобы другими словами избежать следующих перерождений. Есть и другой вариант. Поскольку земная жизнь является достаточно неопределенной, человек может практиковать Дхарму, Артху и Каму в любой желательный период. Однако при этом он обязан быть религиозным, оставаться учеником до тех пор, пока не достигнет все аспекты философии бытия. Интересный факт. Индуизм учит о четырех целях человеческого существования. Чувственных наслаждениях, что есть Кама, материальном процветании, что есть Артха, нравственном совершенствовании, что есть Дхарма и освобождении, Мокша. Это последний этап духовного развития, позволяющий душе соединиться с Богом. Дхарма заключается в подчинении шастре или священному наставлению. Следуя Дхарме, нужно совершать жертвоприношение, что не всегда делается, так как не относится к земному миру, результат не виден человеку. Отказаться от некоторых вещей. Например, не вкушать мясо. Последнее выполнимо, поскольку близко нашему миру и результат понятен. Дхарма изучается также в соответствии с шрути или священными текстами. И эти знания должны приходить от людей, сведущих днем. Артха – овладение искусствами, землями, золотом, скотом, обретение здоровья новых друзей, получение впечатлений. В общем, это удержание того, что человек уже имеет, приобретение того, чего еще нет. Артха должна изучаться королевскими вельможами и торговцами, которые сведущи в коммерции. Кама – получение удовольствия от надлежащих объектов окружающего мира, посредством слуха, зрения, запаха, вкуса, до руководства ума и души. Это происходит при особенном единстве органа чувств и его объекта. Наслаждение, возникающее от него, и называется камой. Обучиться каме можно с помощью кама-сутры и практики. Когда эти элементы, а именно дхарма, артха и кама, объединяются вместе, каждый предыдущий элемент становится лучше, чем последующий. Так, дхарма выше артхи, артха превыше камы. Королю следует первой практиковать артху и развивать способности только за счет нее. Камой обычно заняты ганники. Именно ей они должны уделять внимание больше, чем другим элементам. Возражение 1. Некоторые мудрецы утверждают, что дхарма относится к вещам, которые не связаны с земным миром. О ней говорится в книге. Это касается и артхи. Ее нужно практиковать только правильными способами. Она может быть понятна путем обучения и чтения книг. Но кама, которая способна постигать даже неразумные существа, которые можно найти повсюду, не нуждается ни в какой практике. Ответ. Это не так. Сексуальное общение мужчины и женщины зависит от поведения обеих сторон. Оно требует использования правильных методов, которым можно обучиться из кама-шастра. Последствия несоблюдения видны в полной мере у животных. Их самки подходят для сексуальных контактов лишь несколько раз в год. Не более этого. Их близкому взаимодействию не предшествует размышлению. Возражение 2. Лакаята говорит, религиозные обряды не должны рассматриваться так, как они несут в себе частичку грядущего, хотя в то же время непонятно, дадут ли они плоды в будущем или нет. Кроме того, известно, лучше синица в руках, чем журавль в небе. И лучше одна синица в руке, чем две в зарослях. Лучше иметь медную монету вместо того, чтобы мечтать о золотой. Неизвестно, исполнится сия мечта или нет. Ответ. Это не так. Во-первых, сие подтверждает священное наставление, приписывая практику дхарам. Во-вторых, плоды жертвоприношения, которые помогают обезвредить врагов или вызвать дождь, видны сразу. В-третьих, солнце, луна, планеты, другие небесные тела направленно работают в кавычках на благо мира. В-четвертых, существование этого мира зависит от соблюдения правил, которые касаются четырех типов мужчин и четырех стадий их жизни. В-пятых, семя брошено в землю, чтобы принести плоды. Бацьяна думает, что религиозные обряды стоят того, чтобы им следовать. Возражение третье. Не следует прилагать усилий, чтобы обрести материальные блага, ведь иногда даже люди, которые стремятся к ним, не способны разбогатеть. В то время они могут прийти к человеку сами собой, без каких-либо трудов с его стороны. Таким образом, все в руках судьбы, откуда торы и происходят наши потери и обретения, успехи и неудачи, удовольствия и боль. Известно, что судьба заставила Бали стать во главе Индии. Именно она свергла его с престола. Так говорят люди, которые верят, что эта сила движет всем сущим. Обычаи и традиции. Бракосочетание в традициях Древней Индии сопряжено со многими ритуалами. Один из них – Канья-даан. Канья в переводе означает «девственница». Дан-дар. Отец невесты соединяет руки влюбленных, передавая отныне всю свою власть на дочерью и ее будущему мужу. Он просит зятя помочь своему любимому детяте воплотить главные цели его существования – Дхарму, Артха и Каму. А что такое Бали? Бали – это царь-демон, обладающий властью над мирами, но лишившийся своих владений из-за обмана. Ответ. Утверждать так не совсем верно. Получение чего-то желаемого в любом случае требует усилий. Правильные способы достижения приводят к исполнению мечтаний. Применение верных методов очень важно. Даже если человеку суждено это получить. Кроме того, муж, который ничего не хочет, ничего и не имеет. Возражение четвертое. Не следует гнаться за удовольствием, потому что они являются препятствием для практики Дхармы и Артхи, обе из которых выше, чем Кама. Достойные люди презирают плотские наслаждения, которые приводят человека к страданиям и общению с недостойными. Удовольствие заставляют совершать неправедные поступки, делая человека нечистым, безразличным к своему будущему, небрежным и ленивым. В конце концов, приводят к тому, что такому мужу перестают верить, принимать его и начинают презирать. Известны печальные случаи, когда люди посвящали всю свою жизнь удовольствием и таким образом полностью разрушали ее, разорвав отношения с семьей и близким. Так, принц Дандакья из династии Бхоя, похитивший дочь Брахмана, в результате был повержен и уничтожен. Индра, обечестивший Ахали, позже всю оставшуюся жизнь страдал за совершенный неблаговидный поступок. Могущественный Кичака, пытавшийся соблазнить Драупхади и Равана, завлекавший Ситу, понесли наказание за излишнюю тягу к удовольствию. Так говорят те, кто убежден, что артха – главный элемент, которым необходимо достичь. Ответ. Это возражение непоследовательное. Удовольствие, необходимое человеку для существования. Например, людям нужно есть, чтобы всегда быть здоровыми. Поглощение пищи, как известно, доставляет великое наслаждение. Удовольствие – результат артхи и дхармы. Конечно, рядоваться им нужно с осторожностью. Однако никто не будет отказываться от того, чтобы готовить еду, потому что существуют люди, которым нечего есть, или от того, чтобы сеять из-за оленей, которые вытаптывают семена. Таким образом, человек, который практикует дхарму, артха и каму, получает удовольствие как в этом мире, так и в том, куда он придет после смерти. Хороша практика камы, а также артхи и дхармы для земного бытия и для настоящего благосостояния. Любые действия, ведущие к обретению дхармы, артхи и камы, или только двум из этих практик, или даже одной из них, должны быть немедленно выполнены. Однако, не стоит ничего предпринимать, если первостепенным станет лишь один из элементов, во остальных будут обделены вниманием. По страницам легенд. Дочь Драупады, царя Панчалы. Прекрасная Драупады. Не знала себе равных в красоте и умении очаровать мужчину. Пусть ее кожа была темной, а нрав горд. Многие искали ее руки, поэтому Драупада устроил своем вару. За руку царевны соревновались пять принцев рода Панду. И Арджуна превзошел всех, благодаря искусству стрельбы из лука. Но мудрая мать братьев принцев посоветовала им разделить сокровища, в кавычных, так что Драупады стала проводить по два дня в доме каждого из принцев. Глава третья. Об искусствах и науках, которые необходимо изучить. Человеку надлежит постигать Камасутру, а также искусство и науки, относящиеся к ней, в дополнение к искусствам и наукам, касающимся Дхармы и Ардхи. Даже молодые девушки должны читать наставления в любви, наряду с ее науками и искусствами, прежде чем выйти замуж. А после этого они смогут продолжить изучение, но только уже со своим мужем. По этому поводу есть возражение, что женщины, которым не позволено постигать какие бы то ни было науки, не могут осваивать и Камасутру. Однако, Вацьяна считает, что это не приведет ни к чему хорошему. Ведь женщины уже открыли практику Камасутры, и подобная практика происходит из Кама-шастры, или из самой науки Кама. Несмотря на то, что учение известно всем, мало кто знаком с правилами и законами, на которых оно базируется. Так, ядникас или жрецы, хотя и знают грамматику, используют нужные слова, адресованные различным божествам, при этом не умеют правильно строить фразу. В то же время люди выполняют свои обязанности в благоприятные дни, когда представляют звезды, даже если совершенно не сведущие в астрологии. Наездники на лошадях и слонах дрессируют животных, не зная науку дрессировки, но постигая результаты на практике. Люди из отдаленных провинций подчиняются законам королевства, потому, что привыкли или над ними есть раджа, или даже без всякой на то причины. Известно, что некоторые женщины, например, дочери князей-министров и гайники, сведущие в Кама-шастры. Женщины, освоящие помимо Кама-судры искусство, как поэзия, музыка, танцы, садоводство, игры, занимают достойное место в обществе. Язык танца подобен языку любви. Женщина, следовательно, должна изучать Кама-шастру, или, по крайней мере, ее часть, практикуясь с надежным другом. Можно постигнуть 64 искусства, которые являются частью Кама-шастры и самой. Учителем должна стать дочь няни, которая выросла вместе с ней, которая уже вышла замуж. Или подруга, которой можно во всем доверять. Или сестра матери, тетя. Или старая служанка. Или женщина-нищенка, которая ранее могла жить в семье. Или собственная сестра, на которую можно положиться во всем. Ниже приведены искусства, которые необходимо изучать вместе с Кама-сутрой. Пение. Игра на музыкальных инструментах. Танцы. Исполняемое одновременно пение. Игра на музыкальных инструментах и танцах. Письмо и рисование. Нанесение татуировок. Украшение божества рисом и цветами. Украшение ложи цветами. Разведение цветов. Разукрашивание зубов, одежды, волос, ногтей и тела. Закрепление цветных стекол на полу. Оформление постели. Раскладывание ковров, подушек для возлежания. Игра на музыкальных стаканах с водой. Наполнение водой акведуков, цистерны, резервуаров. Создание картин, их обрезка и декорирование. Забота о грядках с розами. Создание ожерелей, гирлянд и венков. Завязывание тюрбанов и лент. Сценическое представление, актерская игра. Изготовление украшений для ушей. Создание духов. Правильное расположение украшений в наряде. Магия или колдовство. Быстрота рук, ловкость. Кулинарное искусство. Приготовление лимонадов, шербетов, подкисленных напитков. Магического зелия, правильного вкуса и цвета. Партняжное дело и шитье. Изготовление цветов, пучков, кисточек, косичек, орнаментов, рельефов. Прочего, из пряжи или ниток. Разгадывание загадок. Игра с чтением стихов. Когда один завершает, второй сразу принимается читать другое стихотворение. Первое слово, которое начинается с той буквы, на которую закончилось стихотворение предыдущего человека. Тот, кто проиграет, обязан заплатить штраф любого вида. Мимикрия или подражание. Чтение с распевами и интонированием. Изучение предложений, сложных для произношения. Игра в основном любима женщинами и детьми. Она заключается в том, что им предлагают сложное предложение. При его быстром произнесении слова часто переставляются или заменяются другими. Упражнения с мечом, цельным бревном, дубиной, железным наконечником, луком и стрелами. Построение рассуждений и заключение выводов. Плотницкие работы. Архитектура или искусство и наука строительства. Знания о золотых и серебряных монетах, драгоценностях. Химия и минералогия. Окраска драгоценностей и бус. Учение о месторасположении рудников. Уход за растениями и деревьями, подкормка их и определение возраста и болезни. Бои петухов, фазанов и баранов. Обучение попугаев-скворцов говорить. Нанесение духов и мазей на тело. Волосы. Создание причесок. Расшифровывание надписей и написание слов особенным образом. Умение красиво говорить. Некоторые меняют начало и конец слов. Другие добавляют ненужные буквы между каждым звуком. Знание языков и национальных диалектов. Украшение повозок. Создание мистических схем. Обращение к колдовству и чарам. Заговор браслетов. Мыслительные упражнения. Завершение рифмы стихов. Создание двух или трех строчек рифмы. Когда даны последующие, заимствованные из различных стихотворений. Изображение рифмы из слов, написанных случайным образом. Путем деления их на те, которые заканчиваются на гласные и согласные. Использование их по отдельности или вместе. Написание стихотворений или прозы. Из слов, символов или знаков. В общем, таких упражнений множество. Создание поэм. Знание словарей и слововников. Знание способов скрыть присутствие людей. И изменить их внешний вид. Изменение внешнего вида вещей. Например, превращение хлопка в шелк. Грубых и обычных вещей в прекрасные и изысканные. Азартные игры. Получение чужой собственности. Заклинаниями, магическими формулами. Ведение спора. Знание правил поведения в обществе. Умение выказывать уважение и делать комплименты. Знание искусства войны, оружия, армии и подобного. Физические упражнения. Умение определять характер человека по его поведению. Чтение и сочинение стихотворений. Арифметические подсчеты. Изготовление искусственных цветов. Создание фигур из глины. Публичная женщина, наделенная хорошим характером, красотой, способностью побеждать. Искусные, в рассказанных ранее умениях, называется ганикой или публичной женщиной высшего качества. И находится в особом почтении у мужчин. Кроме того, ее ценит Раджа и восхваляют мудрецы. Каждый ищет ее расположение. Желает быть в ее окружении. Дочь Раджи, так же как и дочь министра, если она является искусной и в вышеописанных занятиях, может более заинтересовать мужчин своим обществом, даже если у тех сотни других женщин. В то же время, если женщина уходит от своего мужа, попадает в беду, она сумеет себя поддержать даже в чужой стране, тем, что владеет этими искусствами. Их обыкновенное знание уже делает ее привлекательнее, хотя практика более желательна. Мужчина, овладевший этими умениями, словоохотливый, галантный, обходительный, способен быстро покорить сердца женщин, даже если он познакомился с ними недавно. Интересный факт. Индия считается родиной древней игры чаупар – семейного развлечения. Неудивительно, что на многочисленных картинах можно встретить мужчин и женщин, ведущих вдумчивые интеллектуальные бои за доской чаупар. Даже боги на рисунке Шива и Парвати были увлечены ею. Доска для игры в чаупар символизирует храм, четыре дороги к нему. Задача каждого игрока – привести все свои фишки в центральный квадрат, опередив соперников. Глава четвертая. О повседневной жизни горожанина. Человек, обретя благосостояние в дар, захватив имущество, купив его или получив наследство от предков, должен стать хозяином дома, провести жизнь горожанин. Он обязан иметь дом в городе или большой деревне по соседству с добропорядочными людьми или в месте отдыха. Жилище должно находиться недалеко от воды, быть разделенным на несколько комнат для разных целей. Дом следует разбить на две части – внешнюю и внутреннюю – окружать садом. Во внутренней части живут женщины, а во внешней, наполненными ароматами, должна стоять кровать – мягкая, приятная взгляду, покрытая чистой белой простыней, низкая, в средней части, с гирляндами и бутонами цветов на ней, балдахином сверху, с двумя подушками с обеих сторон. Рядом также нужно поставить небольшой диван и возле него табурет, на котором расположить благовухающие мази, цветы, посуду с глазными примочками, духи, ароматы для рта, кору обычного лимонного дерева. Подле дивана на полу следует поместить сосуд для плевания, коробку с украшениями, лютню – ее можно повесить на колышке из слоновой кости, доску для рисования, горшок с благовониями, книги-гирлянды из желтых цветов амарантового дерева. Недалеко от дивана должны стоять круглое кресло, игрушечная повозка, доска для игры в кости, за пределами внешней части клетки с птицами, отдельная зона для придения, резьбы и подобных занятий. В саду нужно устанавливать вращающиеся обычные качели, беседку с высокими сиденьями, оплетенную вьющимися растениями и цветами. Владелец дома, проснувшись поутру, готовясь к началу дня, должен почистить зубы, нанести немного мази и благовония на тело, капнуть глазные капли на ресницы и под глазами, накрасить губы красным лаком, посмотреть на себя в зеркало. Индусы верили, если держишь в руке липакамапу лотоса радости и поворачиваешь за стебель, это особый любовный знак, символизирующий единение, богатство и красоту. Влюбленные всегда сумеют найти способ выразить свои чувства, сделают все возможное, чтобы быть привлекательными в глазах друг друга. Владелец дома, проснувшись поутру, готовясь к началу дня, должен почистить зубы, нанести немного мази и благовония на тело, капнуть глазные капли на ресницы под глазами, накрасить губы красным лаком, посмотреть на себя в зеркало. Съев листья бетеля, а бетель – это вечно зеленое растение, которое в Индии и Азии употребляют как тонизирующее средство, обладает легким наркотическим эффектом по действию, сравнимо с табаком. Съев листья бетеля, подобных растений для придания рту благоухания, приступает к своим обычным делам. Ему следует купаться, смазывать тело мазью, каждый день использовать мылящиеся субстанции, каждые три дня брить голову, в том числе и лицо, каждые четыре дня и остальные части тела, каждые пять дней, десять дней. Все эти вещи должны выполняться без пропуска. Запах пота из-под мышек следует регулярно смывать. Есть необходимо утром, в обед и ближе к ночи, как предписано Чароямой. После завтрака нужно обучать попугаев, других птиц разговаривать, а потом петухов, фазанов и баранов драться. Немного времени посвящается театральной игре с представлением характеров, распутника – петамарды, пособника – виты, паяца – ведушаки. Затем следует перерыв на послеобеденный сон. После этого владелец дома облачается в одежды, надевает украшения, во время обеда общается со своими друзьями. Вечер посвящается пению. Затем владелец дома вместе с другом ждут в предварительно украшенной комнате женщину, посылают за ней служанку или сами идут к ней. После ее приезда приглашают ее в дом, развлекают добрым, приятным разговором. Таким образом и стоит закончить день. По желанию, ради забавы можно проводить праздники в честь различных божеств, встречи, собрания, застолья с питьем, игры, пикники в садах, другие общественные развлечения. Праздники. Во время некоторых особенных, благоприятных дней горожане должны собираться в храме Сарасвати. Сарасвати – это богиня мудрости, красоты и красноречия. Здесь оцениваются способности певцов и тех, кто недавно прибыл в город. На следующий день им предлагаются награды. После этого их будут либо почитать, либо презирать. В зависимости от того, понравилось собравшимся людям представление или нет. Члены общества должны действовать согласованно как во время бедствий, так и в пору процветания. И это, конечно же, обязанность горожан выказывать благодарность тем гостям, которые пришли на праздник. Все, что сказано выше. Нужно понимать как руководство для других праздников, проводимых в честь различных божеств. Встречи, собрания. Мужчины одного возраста, образования, живущие в одном городе, имеющие схожие таланты, увлекающиеся одинаковыми вещами, могут сидеть вместе в обществе ганек или других горожан, наслаждаться приятной беседой, которая называется нахождением компании или встречей с собранием. Предметом разговора может быть составление стихов, наполовину созданных другими, или же проверка знаний друг друга в различных искусствах. Там, тут присутствуют и самые красивые женщины, которые умеют себя вести и нравятся мужчинам. Застолье с питьем. Мужчины и женщины должны пить каждый в своей части жилища. В своем доме мужчины угощают экзотическим нектаром публичных женщин, а затем выпивают и сами. Это могут быть алкогольные напитки, такие как мадху, аэрея, сара и асава, имеющие горький кислый вкус или настой коры различных деревьев, диких фруктов и листьев. Игры и пикники в садах. В обед мужчины, красиво одевшись, верхом едут в сады, сопровождают садников ганники, за ними следует прислуга. После развлечений, как то бои фазанов, петухов и баранов и другие игры, они возвращаются домой. В обед таким же образом неся с собой бутоны цветов. То же самое относится к обеденному купанию летом в водоеме, которое необходимо вначале очистить от больших, маленьких, опасных животных и оградить со всех сторон. Другие общественные развлечения. Можно проводить ночь, играя в кости, гулять по улицам под луной, праздновать приход весны, собирать капусту и манго, наслаждаться красотой лотоса, слушать весенние звуки, собираться в лесах, когда на деревьях появляются листва, резвиться в воде, украшать друг друга бутонами цветущих деревьев или забрасывать цветами дерево кадамба, заниматься другими делами, популярными в стране или какой-либо ее части. Горожанам следует развлекаться такими же и похожими способами. Аналогично может проводить время непосредственно сам горожанин, уединившийся с ганикой или ганикой в компании со своими служанками, либо горожанами. Питамарда, мужчина, не имеющий богатства и жены, в его благосостояние входит малик, мыло, красная ткань. Он прибыл из хорошей страны, прекрасно владеет всеми искусствами, которыми обучался в компании горожан и в обители ганик. Питамарда это называется. Вита, мужчина, который наслаждается радостями богатства, достойный горожанин. Обладает качественными домовладельцами, имеет жену, его уважают другие горожане и ганики, живя для них, получает удовольствие от тех благ, которые он, они ему дарят. Ведушака или вайхасака, тот, кто вызывает смех, мужчина, примечательный только тем, что владеет искусственно, является шутником, ему все доверяют. Описанные личности упоминаются в ситуациях, связанных с ссорами и примирениями горожан и публичных женщин. Также, это касается женщин-нищенок, женщин с бритыми головами, женщин, замеченных в измене, и ганик, владеющих различными искусствами. Таким образом, всеми уважаемым горожанин должен посещать людей своей касты, которые достойны этого. Ему следует вести диалог в компаниях, делать все для того, чтобы его общество было приятно друзьям, будучи обязанным помогать другим, он также должен стимулировать людей, оказывать поддержку друг другу. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...